Одинцовский городской округ обслуживает три подстанции скорой медицинской помощи. Это Одинцовская, Голицынская и Никольская подстанции. Последние две включают в себя Краснознаменские и Звенигородские посты. Только в Одинцовской подстанции за последнее время количество заступающих на службу линейных бригад увеличилось до 14. В осенний период увеличилось и количество обращений – в сутки до 250. Из последних нововведений – специальный сервис СМС-оповещения. Сема оповещения – СМС. Время начала транспорта, соответственно, при поступлении вызова и доезд. СМС приходит больным или вызывающим на телефон. В 8 утра смена заступает на работу, принимает укладку, проверяет оборудование в автомобиле. Из диспетчерской службы передается вызов бригаде, который незамедлительно выезжает по назначенному адресу. Мишенин Дмитриева Манухов. К нам на скорую помощь вызова поступает через службу 112, это основная масса, и по телефону. Поступает вызов по программе 112, открываем, соединяемся с диспетчером 112 и уточняем данные. Существует две категории вызовов – это экстренные и неотложные. Время обслуживания неотложных – от 20 минут до 2 часов. Экстренные обслуживаются в течение 20 минут. От этого зависит жизнь пациента. Согласно приказу 388 Н. 20.06.2013 года Минздрава Российской Федерации, это порядок, о порядке оказания скорой медицинской помощи, приказ. И, значит, две категории вызовов – экстренные неотложные. Экстренные – это угрожают жизни, это потеря сознания, это парализовало, то есть инфаркты, ДТП, ножевые ранения – это все категория экстренных вызовов. Неотложные – это высокая температура, то есть травма руки и ноги, то есть изолированная травма, и это давление повышенное. Обращений по поводу высокого артериального давления поступает очень много. Причем гипертензия – проблема не только людей старшего возраста. Начинается все с головной боли, появляется тошнота, темнеет в глазах. Эти симптомы сопровождают гипертонический криз, купировать который могут только врачи скорой помощи. Однако не всегда удается действовать оперативно. Виной тому затрудненный подъезд к дому пациента. Людям этой профессии сложно позавидовать. Они делают все возможное, чтобы оказывать своевременную помощь, но критика в их адрес всегда была и будет. Специфика работы диктуют врачам скорой помощи сохранять крепкое психическое и физическое здоровье. Быть очень наблюдательными, уметь быстро реагировать, а главное – принимать важные решения в экстренных ситуациях. Нина Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.